День ВДВ Это праздник для миллионов россиян, которые носят голубые береты и идут по жизни с девизом «Никто, кроме нас». Десантники с честью выполняли воинский долг в годы Великой Отечественной, участвовали в боевых действиях в Афганистане, несли службу в Первом российском батальоне миротворцев, а сейчас стоят на страже суверенитета страны. В нашем городе свой профессиональный праздник десантники традиционно начали с торжественного митинга у Вечного огня. Сегодня Саровское городское отделение «Союз десантников России» насчитывает несколько десятков активных участников. Ветераны воздушно-десантных войск в нашем городе ведут активную общественную жизнь, принимают участие в митингах, проводят встречи со школьниками, где рассказывают о службе в армии. Век интернета, дети сидят в компьютерах, поэтому тяжело вытащить. Поэтому идет вот эта пропаганда, чтобы мальчишки, даже вот вы видите, что маленькие приходят дети, чтобы они этим заразились. Увидев в детстве, они это и как бы начинают. Я и тоже так увидел парашют в детстве и закралась. Во время праздничного митинга были отмечены активисты организации. Среди награжденных Виктор Сенков. Он пришел в армию в 1979 году. Его полк готовили к службе в Афганистане, но в итоге перекинули в Польшу устранять переворот. Во время службы он совершил 28 прыжков. Виктор Иванович рассказал, что эти два года в ВДВ не променял бы ни на что. Потому что там и друзья были верные, и службы интересные. Не то, что здесь, как говорится, здесь рутина, а там все-таки воевали, стреляли, как говорится, на стрельбу выходили, в походы, на выходы выходили. Все было интересно. Там жизнь запоминается. На митинге в день ВДВ ветераны возложили цветы к вечному огню и памятнику воинам-интернационалистам. И почтили память погибших солдат минутой молчания. За последние 10 лет сатец ни разу не расчищали. Мусор долгое время откладывался естественным путем и скапливался из точных городских вод. Система гидросооружений нашего города призвана поддерживать уровень малых рек. По правилам эксплуатации такие водные объекты нужно очищать регулярно. Из-за того, что скорость воды в реке в искусственном сооружении ниже, чем в бытовом ее состоянии, все практически вредные вещества, которые попадают в реку, здесь и остаются. Со временем водный объект зарастает илом с этими вредными наносами. Происходит его заеление и заболачивание. Власти Нижегородской области планируют расчистить сатец в 2020-2021 годах в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеева-Саров. На весь проект выделено 42,5 миллиона рублей, часть из которых пойдет на решение проблемы саровских водоемов. На одном из заседаний Думы депутаты подняли вопрос финансирования расчистки русла сатеса. Были обязательства застройщика вложить 400 миллионов рублей в благоустройство набережных, подсыпку песка, и там изначально в проекте заявлялась действительно расчистка реки. Идет переосмысление проекта, идет подвижка сроков, там уже возникают областные полномочия, появляются дополнительные условия. Но я с чем согласен? Выделялась земля на вполне конкретных условиях за очень недорогие деньги, 10 миллионов рублей. Поэтому все, что было обещано, все для города должно быть сделано. Компания Саровинвест утверждает, что по договору она брала на себя обязательство вложить средства в строительство объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства, в том числе в очистку русла реки, только в районе комплексного освоения территории. К 2018 году компания перевыполнила план на 80 миллионов и потратила более 491 миллиона рублей. Специалисты выровняли, расчистили, укрепили береговую зону и увеличили зеркало реки на 11 тысяч квадратных метров. Дальнейшие действия инициативы по эксплуатации и расчистке водных объектов должны исходить от администрации города, считают в компании. Очистка – это инженерные мероприятия, которые мы должны проводить при наличии проекта на ведение подобных работ. В проекте будут заложены требования, методы и сроки ведения работ. Сейчас происходит стадия как раз выполнения разработки этого проекта, а если быть точнее, то сейчас стадия изысканий. После этой стадии будет выполняться непосредственно само проектирование, затем государственная экспертиза, и только после этого будет выполняться работа по очистке водного объекта. В ближайшие два года расчистят почти 6,5 километров сатица – от кремешков до плотины. Но это временное решение проблемы. По мнению эксперта, необходимо перевести сброс сточных городских вод в замкнутую систему и направить их на очистные городские сооружения. Главное – следовать правилам эксплуатации объектов. Если все требования будут соблюдаться, то качество воды в нашем городе улучшится, а на реке можно будет организовывать зоны отдыха. Органы внутренних дел постоянно проводят мониторинг общественного мнения о деятельности полиции. Анкета изучения позиций горожан о деятельности ведомства размещена на официальном сайте администрации города Сарова. Чтобы принять участие в вопросе, необходимо заполнить пункт анкеты. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Тарифы на вывоз мусора в Нижегородской области снизят на 5%. Соответствующий документ подписал глава региона Глеб Никитин. С августа размер предельной платы составит 632 рубля за губометр отходов, вместо 665, как это было ранее. Кроме того, расширился список льготников. Теперь одинокие пенсионеры, которые не получают компенсации по плате коммуналки, живут в квартире более 36 квадратных метров. И получают доход менее 22 тысяч рублей, будут оплачивать вывоз мусора только за 18 квадратных метров жилья, вне зависимости от реальной площади. Определились все участники музыкального фестиваля «Зато рок-2019». Он, напомним, пройдет следующую субботу, 10 августа, на танцевальной площадке парка культуры и отдыха имени Зернова. На днях организаторы Open Air опубликовали итоговый список участников и лайнап, то есть порядок, в котором они будут выходить на сцену. Первым место у микрофона займет музыкант Маст. Далее эстафету примут группы «Металлогия», «Бездна», «Океан» и «Загрупп». Фестиваль начнется в 16.15. Вокальная студия «Радуга» Центра внешкольной работы объявил набор ребят на следующий учебный год. На занятия приглашают детей в возрасте от 6 до 12 лет. Вокальная студия «Радуга» работает на базе Клуба «Восход» по адресу улица Советская, дом 10А. Более подробно о поступлении можно узнать по телефону 8 908 154 37 55 и 5 18 45. Ежегодно в первое воскресенье августа страна отмечает День железнодорожника. Это профессиональный праздник машинистов-локомотивов, путевых обходчиков, дежурных по станции, электромехаников, поездных диспетчеров, проводников, электромехаников и начальников пассажирских поездов. Представители профессий, связанных с железной дорогой, есть и в нашем городе. Все они сотрудники железнодорожного цеха РФЦ внеев. Мне кажется, согласятся многие со мной, что идущий по перегону поезд, он красив, как минимум. Машинист – профессия романтиков, уверен Александр Щеголихин. Более 30 лет мужчина водит поезда от Сарова до Берещина и обратно. Работа сложная, требует крепкого здоровья, нервов, выносливости и быстроты реакции. График у машинистов ненормированный, выходить на службу нужно как днем, так и ночью. Но, несмотря на все сложности, Александр Васильевич о выборе трудового пути не пожалел ни разу. Постоянно в движении находишься. Никогда не бывает ничего одинакового. Никакой за все время работы не было ни одной и той же смены. Несмотря на то, что, казалось бы, одни и те же поезда ходят, и расписание одно и то же. Александр Щеголихин рассказал, что ему повезло работать в коллективе профессионалов, людей, которые любят свою работу и преданы ей. Вместе с машинистами в депо железнодорожного цеха работает много специалистов, которые обеспечивают перевозку грузов и пассажиров. В нашем распоряжении, как бы локомотивного депо, находятся шесть локомотивов. И специальный самоходный подвижной состав для обеспечения данного производственного процесса. Имеется мотовоз, который обеспечивает путевые работы с крановой установкой. Имеется автоматрица, которая перевозит механиков, монтеров пути. Контролирует состояние техники и приборов безопасности и производит своевременный ремонт слесаря депо. Сборкой и разборкой, ремонтом и текущим содержанием железнодорожного полотна занимаются специалисты путевого хозяйства. Мастера в том числе проверяют геометрические показатели путей с помощью специальных устройств. Измерение параметров позволяет обеспечить безопасность движения поездов. Каждый день специалисты проверяют свои участки и составляют план, по которому устраняют выявленные недостатки. В основном дефекты возникают по естественным причинам. Земля дышит, поэтому и происходит зима, лето, весна, осень. Но намеренную порчу я такого еще не встречал, по крайней мере на нашем подвездном пути. Большую работу, невидимую глазу пассажиров, проводят сотрудники службы движения, которые обеспечивают организацию движения поездов и маневровой работы. Во многом от мастерства диспетчеров и дежурных по железнодорожной станции зависят результаты работы всего цеха. Высокая квалификация и ответственность составителей поездов, операторов поста централизации, дежурных стрелочных постов, обеспечивает безопасность движения и, соответственно, безопасность пассажиров, а также сохранность перевозимых грузов. Железнодорожное хозяйство Российского федерального ядерного центра – это несколько станций, более 37 километров путей, парк вагонов, локомотивное депо. Их обслуживают 175 человек. Эффективное взаимодействие всех специалистов цеха – залог безопасности движения поездов. Руководитель Саровских железнодорожников Владимир Лыбакин считает, что всем его сотрудникам присуще трудолюбие, профессионализм и ответственность за порученное дело. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго. И праздничного настроения. В клубе «По месту жительства и мечта» в рамках проекта «Дворовая практика» прошла стратегическая игра «Захват территорий». Мероприятие было посвящено событиям Первой мировой войны. Ребятам предстояло ответить на вопросы о памятных датах начала 20-го столетия и закрасить поля на игровых картах. О том, как проходил захват территорий и как определили победителя, расскажем далее. Теперь участники дворовой площадки «Мечта» знают почти все о Первой мировой войне. Она вовлекла в себя несколько десятков стран-участниц, унесла миллионы человеческих жизней, принесла горе и бедствия многим народам. Этому событию в детском клубе посвятили игру «Захват территории». Организаторы игры «Викторина» рассказали о боевых действиях, мирных договорах и участниках войны. Все мероприятия были связаны с воинской деятельностью. То есть мы писали письмо солдату, сочиняли стихи. Сегодняшняя игра была стратегическая «Захват территории». Дети разделились на четыре команды – Россия, Нидерланды, Оранжевое войско и Полосочное. Ведущая задавала вопросы «Викторины». Участники писали на стикерах ответ. Если он правильный, команда закрашивала часть карты. Благодаря таким играм не только развивается активность, но и расширяется эрудированность детей. Ребята у нас еще такого младшего возраста, и они, насколько я у них перед мероприятием узнавала, они изучали еще в школе Первую мировую войну. Поэтому мы вот так вот закинули им удочку на эту тему. Соревновались ребята не только в знании истории, но и в скорости. Перед детьми стояла задача первыми принести правильный ответ организатору. В таком случае команды могли выбирать, какую часть земель они хотят захватить. Ксения Тугушева не пропускает ни одной встречи дворовой площадки. Многие исторические факты стали для нее настоящим открытием. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Было очень интересно отвечать на вопросы, а также завоевывать территорию на карте. Много нового узнала. Что именно собаки были как бы почтальонами во время Первой мировой войны. Следующая неделя в детском клубе «Мечта» пройдет под девизом «В здоровом теле – здоровый дух». Акцию и фотогалерею посвятят наступающему Дню физкультурника. Участником может стать любой желающий по будням с 16 до 20.00. Программу встреч можно узнать в группе клуба «Мечта» Центра внешкольной работы ВКонтакте. В Сарове стартовал прием заявок на муниципальный этап конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Всероссийский молодежный фестиваль проводится в рамках реализации государственной программы патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы. О номинациях конкурса и требованиях участникам расскажем в следующем репортаже. Наш город второй раз принимает участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» в категории «Дети». Участниками Всероссийского фестиваля могут стать школьники от 8 до 17 лет. Творческие работы принимаются в трех номинациях – авторы текстов и музыки, солисты и музыкальные коллективы. На конкурс представляются творческие работы о России, о малой родине, о городе Сарове, ну и с патриотической тематикой. Заявки на конкурс принимаются до 2 сентября. Затем эксперты будут оценивать творческие работы. Победители муниципального этапа фестиваля будут представлять наш город на региональном уровне. Идея конкурса – не только выявить талантливую молодежь и дать ей возможность поделиться своим опытом. Самая главная идея, которую он в себе несет, это обратить внимание детей и подростков на именно тематику патриотическую, использование именно этой тематики в своем творчестве, в своем репертуаре. Подробнее познакомиться с положением Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни можно на сайте Центра внешкольной работы. Заявки необходимо направлять на электронный адрес ЦВР. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 98104. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»